Приветствую вас! Сегодняшний лайффак будет о том, что мне видно с моей токарной колокольни. Я сегодня хочу поговорить с вами о коррупции. О высокой коррупции, друзья. Без коррупции государство не может существовать. Вот в Штатах оно официальное. Лобби называется. Там официально, потому что Штаты изначально строилось как бандитское государство. Бизнес – это бандитский способ управления хозяйством. Не тешьте себя надеждой, ничего другого. Там все способы. И шпионаж, и убийство, и воровство. Все убийцы. Представляете, у них даже говорили, ничего личного – это бизнес. Ну ладно, я не об американцах, я о нас, о русских традициях, которых в правительстве все время воровать. А вы, друзья, не осуждайте их, не осуждайте. Наши правители, вот, всех времен, они не вероваты в том, что воруют. Я вам объясню, почему воруют. И вы поймете, и вы согласитесь со мной. Вы скажете им, воруйте дальше. Воруйте хорошо, воруйте много. Вам надо. Вот, значит, в какие-то давние времена на Руси какой-то князь был сильно жадный. Очень жадный. Представляете, и он, когда он назначал губернатора, отправляя его в далекие края, не хотел ему платить жалования. Он говорил ему, кормись. Это означало, воруй. Понимаете? И вот губернатор по местам и начинал сколько мог. Вы знаете, у нас, правда, сейчас немножко стали их осаживать. Некоторых даже посаживать. Но это редкость. Это те, которые совсем сильно закормились. Понимаете? Кормиться тоже надо по правилам. По их нам. Согласны? А кто нарушил их правила, того на скромное питание отправляют. На государственное. Понимаете, государство ему там уже в тюрьме кормит его. Понимаете? А кто... А в основном все кормятся. Если кто-то мне скажет в мои бесстыжие глаза, что я вру на них, говорите. Но я буду говорить, что они все равно воруют. Потому что воровство будет до тех пор, пока Владимир Владимирович Путин не отменит указ. Ой, извините, это что-то Бог со мной делает. И так, пока он не найдет этот указ и не отменит окормление. Понимаете? Как только он аннулирует его действия. Или ограничит хотя бы губернаторы, мэры и вся остальная шушера и начнет жить на заработанные деньги честным трудом. Они у них и не маленькие. Вот хотя бы... Вот я полагаю, ну ладно, вы воруете, друзья. Воруете. Ну вы по-другому это скрываете, называете. Ну не важно. Но вы хоть зарплату-то отдайте пенсионерам. Пусть пенсионеры вот такие, как я, не корчатся из последних сил у станка. А на хорошую пенсию мирно отдыхает. Смотрите, вот господа губернаторы, господа мэры, я 32 года отработал в море токарем. Из них 26 лет в вооруженных силах. Вот ряди из судов вспомогательного флота вас защищал. Смотрите, ваше право воровать. А вы мне назначили пенсию за это. Хорошую пенсию назначили. 5803 рубля, запятая 36 копеек. Спасибо вам, уважаемые. За 10 лет пенсии, представляете, она повысилась у меня до 13 тысяч 216 рублей, запятая 40 копеек. Представляете, это все благодаря Владимиру Владимировичу Путину. А вот если бы он отменил указ о кормлении и забрал бы у вас зарплату. Раньше в России депутаты ничего не получали, вообще ни копейки. На свои средства депутатствовали. А вот у вас по 400 тысяч зарплату, а у меня 30 и пенсии 13. Я что, богатый по сравнению с вами? Да, конечно, друзья, я душой богат по сравнению с вами. Я, в отличие от вас, не ворую, я честен. И мне через 34 года не стыдно будет предстать на великом суле перед богом. Понимаете, он меня, как вас не отправит на землю опять. Представляете, вас за то, что вы воруете, вас отправят бабами. А бабы живут 4 тысячи лет. Ой, друзья, я не злорадствую, но я вам не завидую. Так что, господа, воруйте в меру, воруйте по-человечески, заботясь о нас, пенсионерах. Спасибо за внимание. Лайфак окончился. Подписывайтесь на канал и на второй мой канал, на котором я показываю Владивосток. самый, не скажу, какой город, но вы догадались.